Всем доброе утро! Я собираюсь на работу, макияж глаз выполнила вне камеры. Сегодня использовала палетку от Cosmic Brushes Mousse, точнее они сейчас называются Cosmic Beauty. И сегодня я хочу протестировать два новых продукта от Elf, которые купила на прошлой неделе, когда я ездила в центр. Во-первых, это от Elf Hello Glow Liquid Filter. Вот так вот выглядит продукт. У меня в оттенке второй Fairlight. Надеюсь, цвет мне подойдет. И также румяна в цвете Candlelite. Наверное, так называется оттенок. Короче, там три цвета было. Один более такой в розово-красноватый уходит, как будто бы похож немножко на Charlotte Tilbury. А этот персиковый, такой оттенок. Ну и давайте приступим. Надо продукты уже открывать по времени. Как обычно, я сегодня немножко проспала. Здесь успею. В принципе, макияж глаз выполнен, главное. А там уже лицо мы с вами как-нибудь оформим вместе быстренько. Да, надо было подготовить, конечно, открыть все это. Опа! Праймер я не буду наносить сегодня, потому что я думаю, что этот продукт и как праймер будет работать. Я его хочу сначала протестировать самостоятельно, а потом попробую, наверное, использовать под тональные основы. Ну, посмотрим, посмотрим, какое покрытие будет. Сказала вам, что надо бы посмотреть видео, обзоры на это средство, но не дошла до этого, девочки, не дошла до этого. Поэтому буду делать так, как подсказывает мне сердце, можно сказать. Так, наверное, перемешать нужно хорошенечко. Вот я думаю, с бьюти-блендером наносить или с пальцами. Ничего себе, такой большой аппликатор. Вы смотрите на этот огромнейший просто аппликатор. Продукта не так много выходит. И давайте для того, чтобы было понятно, что это средство делает на одну сторону, пока нанесу. В принципе, неплохо так. Ну, то есть много от спонжа, я имею в виду, от одного раза, когда вы вытаскиваете этот аппликатор. Неплохо выводило продукт. Ой, мне кажется, мне кажется, он сильно сияющий будет. Наверное, самостоятельно не получится использовать его. Хотя, с другой стороны, я могу припудрить все это. Он мне напоминает от Essence Magic Filter, который тоже очень такое сияющее лицо делает. Нет, все-таки этот продукт нужно использовать под тональную основу. Но я сегодня не хочу, говорю же, самостоятельно буду носить. Я вам говорила, в последнее время хочется, чтобы легкий тинт на лице был при этом. Лицо выглядело живым, красивым и своим. То есть все поры, чтобы были видны. Ой-ё-ё-ё. Мега-глоу. Мега-глоу. Да, может быть, я ей много нанесла как-то. Ну что, вот так вот. В принципе, у меня кожа сама по себе увлажненная, сияющая. А тут, наверное, чуть побольше сияния. Какого-то покрытия я не вижу. Я сверху, наверное, потом сейчас нанесу остальное лицо. И сверху пройдусь еще спонжем. Чтобы сильный блеск убрать. Сейчас поменьше. Вот так. В отличие от Essence текстура, не скажу, что жидкая-жидкая, но легче распределяется, чем Magic Filter от Essence. И с оттенком я угадала. С оттенком я угадала. Девочки, у нас похолодало. У нас не то, чтобы осень наступила, у нас, можно сказать, немецкая зима наступила. Это просто... О, смотрите, как лоб блестит. Просто ужас какой-то. Сейчас на улице 9 градусов тепла. Вообще, обещают на этой неделе, не знаю, в какой день, ночью до 3-4 градусов. Представляете? И сегодня... Ну, я вчера смотрела температуру. На сегодня днем будет максимально 12 градусов. Ну, это, конечно, может измениться. Так, давайте я спонжиком немножко пройдусь. Я сегодня встала. Мне так холодно было. Поэтому уже все в кофточках. Кофточки пора надевать. Ну, точнее, я уже на работу в кофте хожу. Целую неделю. Вы представляете, да? Вот это такой резкий перепад температуры. Ужас. Организм не хочет прям воспринимать такую погоду. На этой неделе я же планировала обоями заняться. Ну, какие там обои? Вообще, нет желания даже ничего делать. В такую погоду. Ну, что, девочки, вот что-то такое. Я супер-супер сияющая. Да. Все-таки этот продукт, наверное, как праймер сияющий для лица. Нежели самостоятельный продукт. Но его можно использовать как самостоятельный продукт, например, вот в этой части, да, где хочется чуть, ну, чтобы сияние какое-то было естественное. Ну, ничего так. Давайте консилер нанесу. Пока я остальным лицом буду заниматься, хотела бы поговорить о новинке. О двух новинках. Во-первых, от Beauty Brushes, точнее, Beauty, о, не Beauty, Cosmic Brushes и Cosmic Beauty сейчас называются они. И появилась новая палетка в зеленой гамме. Ну, вот я решила, что сейчас я тени не буду покупать себе. Хочу сделать расхламление тоже глобальное, тотальное, наверное, где-то 20% только теней оставлю. Остальное поедет в Хорватию. И некоторые палетки моя сестренка себе хочет выбрать, и я ей вышлю. Так вот, поэтому эта палетка от Cosmic Beauty, хочется сказать, Cosmic Brushes привыкла как-то, в пролете. Ой, я хотела праймер от Essence нанести, ну ладно. В пролете. Не буду на данный момент покупать. Возможно, кто знает, к Черной Пятнице я созрею и захочу купить. Ну, а эта палетка мне очень-очень напоминает последний релиз от Beauty Bay. Как он, Botanical он называется или... Это очень-очень похоже. Сейчас я буду использовать от Essence бронзовые капли, которые, кстати, я уже наносила на этой неделе один раз, как бронзер. Мне ничего так не понравилось. Неплохо, неплохо. Поэтому, наверное, я этот продукт буду использовать как бронзер. Хотя, может быть, он больше подойдет. Наверное, на руку надо сначала. Он, наверное, больше подойдет на лето. Но, тем не менее. Сейчас вы увидите. Такой легкий тинт дает, знаете, не перебронзировано. Прям отлично. Посмотрю, как с этим продуктом будет себя вести этот бронзер. Нормально. Так, остатки сюда. Так вот, шикарная палетка. Я уже обзоры посмотрела. Прекрасные цвета. В принципе, не ожидала никакого негатива от этой палетки. Потому что, вы знаете, что эти тени, как я их только попробовала, стали одними из моих любимых. Они растушевываются прекрасно. Вот сегодняшний макияж. Смотрите, какой красивый. Он такой получился у меня более матовый. Матовый, сатиновый, наверное. У меня на всем подвижном веке, кстати, пудра от Aura Glass. Вот эта вот. Так хорошо разглаживает века эта пудра. Вот, видите, в качестве бронзера просто отлично. Просто отлично. Да. Потому что у меня пару девочек спрашивали, как мне палетка от Cosmic Beauty понравилась. Понравилась, но покупать я ее на данный момент не буду. Потому что я хочу сделать расхламление. И у меня есть, в принципе, зеленая какая-то гамма, если мне нужно. И, кстати, в палетке мусс тоже зеленоватые оттенки есть. И в последней, мне кажется, тоже есть или нет. Не помню. В последней, которую я купила. Так, девочки, давайте перейдем уже к румяным. У меня лицо будет суперсияющее сегодня. Спонжик я потом сниму. Сейчас у меня... А как он открывается? Сейчас просто... Сейчас, секунду, я что-то не пойму, как он открывается. Потому что здесь нет такой... Как это не защелки, как бы он называется, как у Шарлотта Тилберри, например. Фокусируйся. Вот, видите? Можно как-то вот так вот надавить. Тут так продукт, что ли, выходит. Не знаю. А вот, пошло дело. У-у-у-у. У-у-у, как красиво. Подождите, давайте-ка, ну-ка, одну сторону сначала растушую. И еще, говоря о палетках теней. Такой легкий цвет. Может быть, даже как хайлайтер можно использовать этот оттенок. Ну, красивый оттенок. По поводу теней. Почему я не хочу покупать это? Во-первых, то, что я и расслабление сделаю. Во-вторых, у меня что-то потянуло на маленькие палетки теней. То есть, чтобы это компактно было... Девочки, наверное, я этот... Старею. Мне все на компактное, на компактное такое идет. Например, по поводу продуктов для лица. Мне хочется вот такие вот палетки покупать, чтобы все в одной палетке было. Прям тянет на это. Ну, однушки тоже, конечно, придется покупать. Потому что то, что я хочу попробовать в палетках, нет. Только если, может быть, какие-то лимитки бывают от брендов. От Dior, например. Ну, от Dior 2 есть. От Chanel. То, что я румяна хочу. Вау. Я супер-супер-супер сияющая. И мое желание, можно сказать, услышали. Анастасия Беверли Хиллс выпускает новую палетку. Четверку. Дайте я время посмотрю. Нормальному. Четверку. Теней. Ой, четверку. Говорят, девятку теней. Что мне нужно взять? А, пудру буду использовать от Essence. Целую неделю ношу только эту пудру. Кстати, CC-крем тоже все три дня носила. Сегодня у нас четверг. Но так как я тестирую новые продукты, не использовала. Представляете, одного тестера настолько хватает. Классный CC-крем. Только, конечно, цвет немножко не подходит. Мне темновато. Наверное, светлый оттенок нужно брать. Припудрю. Ну, смотрите, кстати, румяна не сказала. Я супер-супер сияющая. Румяна мега-глоу, конечно, дает. Я думаю, что матовый бронзер нужно все-таки использовать. Потому что эти капли все равно с легким сиянием идут. Сейчас я припудрусь и нормально будет. Так вот, палетка от Анастасии Баври Хиллз. Это единственная палетка на данный момент, которую я хочу купить. Помимо палеток от Наташи Динона. Ворп, которая палетка. Черную пятницу буду ждать. Не буду сейчас ничего заказывать. Возможно, от Анастасии Баври Хиллз. И закажу. Черная пятница. Думаю, в Дуглас, когда появится эта палетка. В Дуглас иногда 20% скидки бывают. Поэтому можно хотя бы с 20% скидкой купить эту палетку. Ох, какая я сияющая. Красивый оттенок. Но нужно тестировать, как себя будет вести в течение дня. Ну, видите. Эффект Глоу я убрала. И мне нравится то, что видна моя кожа. По поводу пудры вообще. Отличная, девочки, пудра. Я не ожидала. И мне эта пудра немного напомнила Джеффри Стар. Мою любимую пудру. В транспрент. Матовую версию я имею ввиду. И шею бронзировать в принципе не нужно. Смотрите. Вот эта пудра от Эссенс. Поэтому в один день я попробую половину лица нанести пудру от Эссенс на половину Джеффри Стар. Просто шикарная пудра. Мне больше всего понравилось то, что эта пудра очень хорошо контролирует выделение жирного блеска на лице. Нужно мне немного... Так, у меня спонжик. Немного припудрится оно под глазами. Вот. Что-то такое получается. Так. Ну в принципе я, девочки, готова. Надо уже поторапливаться. Потому что я еще еду не подготовила. Еду и заняться на работу. То, что носим, сможем помаду. Помаду я попробую сегодня нанести. Вот эту от Альверда. Очень такой осенний оттенок. Да, палетка обычная. Называется Spice's или что-то такое. И в комментариях тоже я когда увидела название, думаю, какое это Spice's. То есть, возможно, фотография размытая. Ну то есть, не такая хорошая фотография, потому что пока что только без свочей показаны были тени. И многие написали абсолютно не похоже на палетку Spice's. Но мне наоборот нравится. Стая Агамота, что я люблю. И миниатюрка. Так. Осень на дворе. Точнее, немецкая зима на дворе. Уже все. Осенние губы. Я, кстати, вчера насеяла помаду от Jeffree Star Libra Link, которая в осеннем оттенке. Так. Это тоже такая осенний цвет. Помады. Идеально подходит с карандашом от Ифраши, кстати, в оттенке. Постоянно использую этот карандаш в оттенке 51 Беж. Очень комфортная помада от Альверде. Так. Вот такой вот цвет. Я думаю, под этот макияж отлично подходит. Ой. Почему-то оттенок показывает. Немножко будто бы сероватый, что ли, уходит. Да? Или? Я думаю, что из-за освещения. Ну все, девочки. Я готова. Готова к работе. Так. По поводу всех продуктов. На данный момент я уже свое впечатление сказала. Мне очень нравится оттенок румян. Фильтр прикольный. Если сравнивать с мячик-фильтр от Эссенс, то эта текстура более податливая. Не так тяжело размазывается по лицу. Потому что от Эссенс прям очень тугая текстура, сказала бы. А-ля резиновая, но в такой вот в жидкой форме. Это легко наносится пальцами, но супер сияние. Все-таки, наверное, я говорю, либо использовать на какие-то выпуклые части. Ну где хотите вы больше сияния. Этот продукт, а в остальные уже. Или же, может быть, наносить на тональную основу сверху. Интересно. Это интересно. И, конечно же, перед тональной основой. Если тональная основа у вас какая-то более матовая, например. Вы хотите больше glow эффекта, то можно этот продукт нанести на лицо. Так, брови посмотрю. Брови у меня прикольные. Если не использовать прям супер фиксирующий спрей. Например, я накрасилась, да, потом кофту одеваю. И забываю про брови. На работу прихожу, вижу все, у меня брови туда-сюда. Короче, надо постоянно смотреть. Сейчас тоже использовала кисточку на лицо из-за этого. Вот, девочки. Мне нравится, как лицо выглядит. Прям по-осеннему. Мне кажется, супер. Наверное, я сегодня в этой кофте же и поеду. Или, не знаю, или, может быть, бежевую кофту надену. Наверное, бежевую надену. А серую я просто, не знаю, решила сегодня утром надеть. Эту бежевую, эту серую кофту. Кстати, от Zara, помните? В Хорватии покупала я эту кофту. Ну все, девочки. Увидимся с вами, как обычно. В конце этого дня. Посмотрим, как продукты продержатся. Мне кажется, будет супер, отлично. Тем более пудра. Пудра, видите, заматирована. Так как продукты-то супер сияющие. Да, нет такого мат-мат-мат эффекта. Да. Все. Увидимся вечером. Девочки, еще раз всем привет-привет. Я приехала домой, закончила рабочий день. Ой, что сказать. Конечно же, я неправильно использовала этот продукт. На целое лицо, естественно, его не нужно наносить. Это либо праймер под какую-то матовую тональную основу, либо же, когда вы хотите сделать макияж без макияжа, то используете эти продукты на те части, где вы хотите, чтобы такой легкий блеск был. Поэтому немножко тут я неправильно использовала это средство, но не страшно. Поэтому я долго сейчас не буду останавливаться. Естественно, я вся уже, видите, засияла. Пудра очень хорошо держала этот фильтр. Тем более, видели, какой сияющий. И пудра от Essence хорошо справилась. Но уже к концу рабочего дня. Где-то, наверное, после 11-12, наверное, уже я начала немножко сиять. Но сейчас уже время полшестого вечера. И поэтому я вся сияю. Особенно лоб, как можете видеть. Но это и продукт сам по себе. Вы видели, насколько очень-очень сияющим лицо делает. Поэтому это неправильно. Переходя к румяным. Из того, что фильтр с таким сиянием идет, и плюс еще сверху сияющие румяна, вот эта вот часть мне не особо нравилась. Потому что я здесь не припудривала. Тут все красиво, ровненько. А здесь я ничего не припудривала. Вот. Из-за этого очень-очень подчеркивает текстура эти румяна. Но, опять-таки же, здесь, возможно, может быть комбинация вот этого средства, да, фильтра. И еще сияющих румян. Поэтому эти румяна я далее буду тестировать. Конечно, этот продукт тоже я буду далее, естественно, тестировать. Но я хочу эти румяна завтра попробовать нанести на матовую тональную основу. Например, на Wet n Wild. Вот. Поэтому я думаю, что немножко по-другому будет выглядеть. Действительно, мне не нравится. Очень сильно уж как-то прям подчеркивает текстуру кожи. Вот. Хотя без макияжа, да, у нас текстура менее заметная без макияжа лица. А тут получается, тут прям макияж очень сильно подчеркивает текстуру. Но, в принципе, я это и ожидала, потому что оба-два средства, да, с сияющим финишем. Так что так, девочки. Но мне мое лицо, в принципе, нравится. Конечно, я сияю. Если немножко, сейчас у меня нет салфетки, давайте я прям вот рукой вот так вот сделаю. И видите, уже получше. То есть, какие-нибудь салфетки, пройтись по лицу, в тех частях, где заблестело, и все. Но здесь, в принципе, нормально. Вот здесь, тут немножко заблестело возле носа. Но, опять-таки же, это все из-за того, что сам продукт такой сияющий. И она все лицо нанесла его, как могли видеть. Так что далее, девочки, буду тестировать. Пока вот такие вот у меня впечатления. Продукт, я думаю, очень хороший будет. Ну, подойдет для тех, наверное, кто любит такое легкое сияние лица. Точнее, это не совсем легкий фильтр получается с легким сиянием. Но, тем не менее, можно чуть-чуть наносить. Не слишком много вот в эту часть, да. И сверху я подумала, возможно, какие-нибудь матовые румяна использовать. Тогда эти матовые румяна вроде будут и матовыми, да. Но, при этом, из-за фильтра, возможно, они более живыми будут, что ли, казаться. Я предположила. Посмотрим. Посмотрим. Далее все буду тестировать. Обязательно вам в других видео каких-нибудь расскажу. Ну, вот пудра, девочки, уже сколько использую. Действительно, вот четвертый день подряд на этой неделе ношу эту пудру. Просто обалденная Дессенс. Я не ожидала. Говорю же. Очень напоминает пудру от Джеффри Стар, мою любимую. Я ее сегодня достану и завтра нанесу на одну сторону эту пудру, а на другую сторону Джеффри Стар. Не знаю, завтра у меня получится видео заснять вам какие-то трети умели или нет, чтобы, ну, просто протестировать вместе с вами, что ли, как-то впечатление своей рассказать. Вот так вот, девочки. Пудрой очень осталось довольно. Дайте-ка на свое лицо посмотрю. Да, очень сильно подчеркивает текстуру. Очень прям, прям ужасно, ужасно. Ну, все, девочки, на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.